Манипулятор, значит, да? Боб, скорее всего, прострейдет револьером себе яйца, чем кого-нибудь убьёт. Вэл! Отпусти пушку! Отпусти свою пушку! А ты сегодня какая-то... Другая, что ли? Фрэнки! Помоги, пожалуйста, Дороти... Дороти загрузить бочку. Эээ... Давай, где? А вот она здесь. А... А я одену её, что ли, таскать буду? Конечно, я охраняю. Смотрю, ты своими руками не хочешь работать, да? Я охраняю, Боб. Мы с вами не говорились. А, Уилл, давай! Помоги мне, Господи! Я помогу морально. Блин, да это будет долго. Давай, поднимай. Так, аккуратно. Так, она же пустая. Манипулятор, значит, да? Я нет. Как вы могли подумать обо мне? Уважаемый человек, который придаёт обычную воду, за 50 центов, имеет к себе уважение. Я сочту это за комплимент, Боб. Ну что ж... Ну, подожди, Венди, Венди, Венди. А ну, встань-ка поближе на солнце. Мне кажется, в тебе что-то сегодня иное. Что? Как будто ты немного изменилась. Весла? Не совсем. Так. Как будто что-то в тебе стало... Как будто она меня поцеловала, да, Фрэнк? А, у тебя, походу, фингал зажил. Ай, господи! Всё, всё, Венди, всё, 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 всё. Тихо, 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 тихо. Прическа, прическа красивая, Венди. Я просто из-за шапки не увидел. Поменяла, да? Причесала, что ли? Всё, 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 всё. Это прекрасно, господа. Это более чем прекрасно. Смотрите, не убейте друг друга с такими объятиями, хорошо? Шериф, мы репетируем новую спектакль в помощь нашим актёрам. А, вы все актёры, правильно? Да-да-да, пьеса называется «Фолла и Биг Кок». Нет, нет, она называется... Да, и второе название у неё есть «Игра в тёмную». Ясно. Максим Плён, привет. Коня посмотришь? Да-да-да. Хорошо, сейчас тебя подгоню. Ладно, удачи. Вам тоже. А у вас хороший удар, Венди. Она только на мне, я так понял, и практикует. Нет, ты, кстати, зря. Я даже двухметровых этих мужиков ложила под ножкой. О-о-о. Это о том, о чём я подумала, или вы их били всё-таки? Конечно, била. А-а-а. В чём ты можешь ещё подумать, господи? О многом. Венди, если он выпьет свою чудодейственную воду, он начнёт здесь летать. Так что я бы так не шутил бы, не шутил, не шутил бы, господи. О-о-о. Фрэнк, надеюсь, что не ушибся. Да, она... Она бешеная какая-то, но так отменно стреляет, что... Она отлично стреляет? Да, да, да. Едешь, у тебя князь князь мужиков на стрельбище? Да. Они бы выстрелили бы себе в штаны, когда узнали бы, насколько она круто стреляет. Действительно? Да. Скажи, а Венди не хочет поработать над тем проектом, который мы с тобой обсуждали? Понимаешь, к ней нужен особый подход. Но я так понимаю, у тебя он есть. Ну, не совсем. Я пока работаю над этим. Понятно. Ничего. Сейчас тогда я помогу офицеру... Ой, господи, господи, я помощнику шерифу помогу и буду готова. Помощнику шерифу поможет... А, и дай, конь шерифа не ждет. Иди займись его жеребцом, конечно же. Да, да, да. Отработай его как надо. Давай, пошли садиться. Сейчас. Ну что, Боб, мы готовы ехать, наверное. Боб, а кем вы работаете? Не хотите разговаривать, я вас понимаю. Пыль еще в рот летит, и все верно. У вас отличный удар с правой, Венди. Да, спасибо. Часто деретесь? Чаще, чем ты думаешь. Я думал, вы скажете чаще, чем я сплю с женщинами, но и так тоже сойдет. Я не слишком предсказуемо просто. Ну, это интересно. А чем зарабатываете на жизнь, Венди, если вот сейчас у нас охота под лицензией? Вы купили, кстати, себе лицензию? Нет, не купила. А как же теперь вы зарабатываете? Никак не зарабатываю, я раньше не охотилась, в принципе. Только для еды. Понятно, понятно. Ты это если едешь, садись. С удовольствием. Прошу прощения, господа и дамы. Если что зовут Александр Шоттус, а не могли бы вы подсказать, где здесь находится нужник? Кто? Туалет. Да здесь он везде. Я все так иду. Мадам. Прекрасно. Я все понимаю, но я бы на вашем месте револьвер бы искупал. Таки в городе находитесь. Солуни на первом этаже. Спасибо большое. Всего хорошего. Удачи. Наверное, только потому, что мы в городе находимся, револьвер стоит держать в руках. Дороти, была бы ты рядом, я бы тебе дала пять. Можете дать пять мне? Мысленно пять. Хорошо, мысленно тебе дала пять. Черт, Тункан, а? Ай, все на месте, а? Олехали. А Фрэнк, у Фрэнка нет. Пойду я его поищу. Он занимался жребцом шерифа. Так а что он на улице спит? А, Фрэнк... Я уже готов. Ты же там понял какой-то. Вот, вот эту настойку дайте на ночь. Гоню, а завтра мы разберемся. Если люди будут и чая покупать, мы потом любую керу не можем. Сейчас придется. Ну, это да. Мне заказ-то, пускай продает этот чай. Главное, чтоб он не то, не этого не болтал. Да, это не будет. Так, я готов. Пока ты дождешься, можно сдохнуть здесь от этого запаха лепешек. Залезай вовнутрь. И держаться. Залезь просто внутрь. Закрой там ящик и держи. Все, я готов. Ну, 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 что значит, двигаем. Мы американцы, с нами Боб. Это да. Слушай, Боб, если устанешь, я могу потом сесть за упряжку. Сиди. Суровый Боб, по-моему, да? Саймон. Ты в какую цену собираешься чай этот продавать? А кого он спрашивает? Не знаю, какого-то Саймона. Бильям, ёбкую мать. А, в какую цену? Ну, давайте оценим трудоресурсы, время затраты. И выведем идеальную сумму. Кто умеет вообще чай этот варить? Я думал, вы умеете, раз вы придумали это. Моё дело думать, и не чай варить. А кто вообще придумал чай? Я могу попробовать. Вот отлично. Что ж там варить-то его. Смотри, Вильям, тут какое дело? Если чай сейчас начнет скупать, то мы этому городу сможем потом любую херню утолкать. Кто вылил? Я Уильям Фрэнк. А, господи. Фрэнк, ёпкую мать, ты можешь хоть раз запомнить имена. Всё, я запомнил. Смотри, начнём с чая, прощупаем почву, а там уже будем смотреть, что народ будет скупать. И тебе на каждый раз можно делать всё больше и больше. Прекрасно. Прекрасно. Только я надеюсь, ты болтать лишний раз не будешь, потому что, если так, мне тоже есть чего сказануть шерифу. И он поверит взрослому дядьске, а не маленькому этому продавцу обычной воды. Боб, боюсь, вы меня недооцениваете просто. Боб, а можно вопрос? Зачем ты начинаешь шантажировать наших партнёров, если мы ещё не начали работать? Я хочу, чтобы нас потом не шантажировали. Раз уж мы затеяли всё тут верну, значит, теперь мы все вместе. У меня, кстати, есть предположение, что чай могут нормально сварить китайцы, которых я видел у нас в городе. Да какие нахрен китайцы? Берёшь воду, подогреваешь, там эту закидываешь всё, что нужно в эту воду, и всё, и чай тебе готов. Главное, чтобы вода была достаточно горячая, чтобы там эти все листики пораскрывались. Предлагаю вам называть это не чаем, а каким-нибудь другим напитком, потому что иначе найдутся такие люди, как Фрэнк, который будет говорить, что китайцы готовят лучше. Я предположил, господи, Уильям. Сам смотри, как эту хернюка называется. Напиток лешего. Напиток лешего? Какое забавное название. Но мне кажется, звучит круто, нет? Напиток степей, может быть. Да что за бред? Это как будто какой-то этот пришёл. Мастера по медитации продаёт какую-то хрень. Эй, ой, источник. Нет, на святое здесь не ведётся. Продаёт святое. Я продаю целебную воду, которая действительно работает, но её всё равно никто. Мало кто покупал. Работает, работает. Боб, вы не покупали и не знаете, что это. Вчера Карлик чуть не просрался из-за твоей воды. Я знаю, что ты говорил. Он что-то съел. Он потом сказал, что это не из-за воды. Можете спросить у него. Один хрен. Нам главное распродать, потому что мы сейчас сварганим, а дальше будем смотреть. А что если огненная вода для настоящего ковбоя? Звучит неплохо. Алкоголь, тогда уже можешь под такой маркой продавать. Ну, может, немного спиртика туда подлить. Боюсь, мы взорвёмся. Сахар, спирт, травы, вода, самогон, по-моему, ты предлагаешь варить, Фрэнк. Так, кстати, насчёт сахара. Я бы сказал, как он варит. Сахар-то у меня есть. Так, может, будем делать, может быть, чай, это уже не чай. Может быть, это будет какая-нибудь напиток. Почему напиток лешего? Как на чёрт напиток сладкий поцелуй, а? Мне кажется, брутальный ковбой его не купит. Ковбоям что нужно? Важно, чтобы он был питательный напиток и утолял жажду, верно? Может быть, питательный, жажда, утоляющий напиток? Название это не твоё, Витим. Да-да-да. Сто процентов. У кого-то должна быть всё-таки слабая сторона. Ты лучше продавай. Вода нам обычно нужна, да? Слушай, а что если напиток, который лечит потенцию? Нет, Фрэнк, на это тоже никто не ведётся. Уже не ведётся? Уже работал, походу, поэтому, да? Ну, вода, которую я продавала, она лечила всё, и потенцию в том числе. А если напиток, от которого на тебя все девки вешают? Любовный напиток? Вот тебе и название, сладкий поцелуй. Может быть, Red Horse какой-нибудь? А может, Love Tea? Это опять же чай. Ну, любовный чай. Ну, они скажут, почему ты мне не каждый человек травами за такие деньги продаёшь какие-то за деньги? Не каждый ковбой купит и захочет любовь женщин. Да хрень полная за всё, как женщина. Red Horse прикольно. Лошадинная сила, можно. Ой, да. Тогда не подумаешь, что это моча какая-то в лошади. Может быть, что-то придумает название какое-то нелепое, а когда все будут люди спрашивать, мы будем говорить, они будут говорить, почему так называют этот напиток, мы скажем, а потому что. А потому что. Чай, а потому что. Можно сделать серию чая. А почему? А почему, а потому что. Серия чая, а почему серия чая, потому что. Это вам, мне нравится. День чая будет продаваться с рук, а второй в салоне. Берёте два чая, получаете сахарочек, а кто, в подарок. Неплохо. Вот и придумали. Мы можем сделать два вида вот этого напитка, чтобы как будто бы мы конкурируем и меняли бы цену и люди бы думали, что они покупают у кого-то одних, а получается деньги у нас будут идти в один карман. Ну а что тогда может конкурировать с чаем, а почему? А потому что. Чай, а потому что. А потому что. Ну, нормально, отлично, всё. Я ввелся на мысль, как назвать чай, но мне кажется, она уже будет не конкурентоспособной. Ну-ка. Секунду. Надо подготовиться, я понимаю, Фрэнк, давай ты сможешь. Чай. Йи-ха. Да. Не, а почему? А потому что звучит круче со смыслом. Со смыслом, верно. А нам долго ещё ехать? Я уже отсидел себе всё, что можно отсидеть. А, если ты устал, можно поменяться. Нет, если вы устали, можете пешком пойти. Звучит логично. Ну, я лучше посижу. Нам нужно название, которое заставит всех купить сразу же, заинтересоваться. Вот, а почему? Это, конечно, хорошее название, но вот не знаю. Ну, ты можешь подходить, наставлять на человека револьвер, говорить, давай два бакса и отдавать чай. О, кстати, это хорошая мысль, но нужно кого-то более грозно выглядящего, чем я. Например, Венди. Да. Мне кажется, я долго не проживу. Ну, ничего. в этой жизни умирать не ново, Венди. А может быть, назовем просто и чай-мустанг? Быстрый, надежный, сильный? И конь. И конь. Я тебе говорю, за санину будут принимать. Не нужно. За санину, это если лошадиная сила, а если мустанг, просто мустанг. Ну, мустанг, ты же сравниваешь мустанг, как бы, типа, с лошадью. Хорошо, а тогда, если мы уйдем от лошадей, придем к волкам, допустим, ауф. Напиток ауф. Вот это мне, кстати, нравится. Ауф с шалфеем. А что, неплохо? Ну, нормально. Еще можно слоганы какие-нибудь, знаете, вот эти вот фразочки запоминающиеся. Это очень интересная идея. Слушай, Уилл, чай ауф, и в цирке не надо выступать. Все верно. Хотите денег, заработаете, ауф. Чай не чай, а просто чай, ауф. Прекрасно. Каждый думает, что знает меня, но не каждый знает, что не знает, кто думает. Чай ауф. Мне кажется, мы разбогатеем. Не важно, как будет название, главное его продать. Ауф. В курсе о новостях нашего города, что походу скоро будут выбирать нового шерифа. Да. Старый на войну уехал. Сейчас себе у денег и приедут. Насчет какого кандидата вы все-таки думаете? Капитан просто... Сколько будете голосовать? Там мужик с мородой вроде хороший. А может быть, кому-нибудь из нас выдвинутся в шериф, а может быть, Боб? Эти на шериф похож. Ну, если честно, да. Ага, заняться мне больше нечем. Боб не в обиду, Уилл. Понимаешь, Боб, скорее всего, прострейдет револьером себе яйца, чем кого-нибудь убьет. Ну, тут я не согласен. Вот тут мы бочку сможем спустить вниз. А как поднимать их? Ну, так же и поднимать. Нас тут сколько? Пятеро. Ну, я руководить могу. Боб, Белопух, нам надо было поехать там, где золото добывают. Едь-идь. Туда ж ближе. Да, и там проточная вода, а здесь она какая-то... Это река, огромная река. А, вижу, вижу, вижу. Ну вот скатим отсюда, а там уж поднимем. Давайте. Что мы в пятером-то не справимся с одной бочкой? Да, давайте, мы вас верим. Я посторожу лошадей. А, два. Чтоб они не убежали, пока вы спускаете. Давайте, закидывайте бочку на меня. Бочки. А, бочки. На землю кидай, дурачьё. Уилл, пошли. Катим, катим. Может быть, вы не будете мыть руки там, где мы будем набирать воду? Оно должно быть чистое. Мы зачерпываем. А, прекрасно. Предлагаю вам зачерпывать двумя руками, чтобы это было более быстро. Не пизди! Я тебя сейчас тут и утоплю. Нет, к сожалению, или, к счастью, я против этого. Так, пусть... Иди помогай на Уилл. А, я слежу за тем, чтобы вас не убили никакие бандиты. Слушай, Уилл, я тебя сейчас сам прикончу. Боб, мы же всё-таки своими партнёры. Водичку-то ты можешь зачерпнуть или нет. Боб, я убежал. К сожалению, нет. Я пойду проверю лошадей. Да, лошади вроде в порядке. А! Нет! Нет, 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 нет! Дороки, как это забавно. Я бы не жал, чтобы с ней ел. Нет, 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 прошу. Дороки, отпускай, а то сейчас захлебнётся. Старая карга, это не очень хорошо было. Опусти лошадь. Мне это не очень нравится. Уилл. Уилл, опусти ствол. Бумасшедший. Уилл, отпусти ствол. Я прошу вас, больше никогда так дороти не делать. Уилл, опусти пушку. Опусти свою пушку. Дороки, вы меня поняли? Прости, прости, прости. Вот отлично. Пойду проверю лошадей. Уилл, сахарный. Дорокоз. Венди же не вода, чтобы я растаял. Зато какая горячая. Хер был немного, конечно, прикольно, но 5 долларов он забрал. Даже пробовать не буду, вдруг я сдох, но на следующий день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова